Ну что, друзья мои, мы продолжаем наши 3дмаксовские вечера, и в этот вечер мы с вами познакомимся с экспортом, мы с вами познакомимся с волосами, которым я, к сожалению, вам не шибко помогу, но наставлю на путь истинный. Также мы там что еще должны были сделать? Текстурирование. Перво-наперво давайте начнем с текстурирования, для этого нам понадобится пресловутый фотошоп, который меня раздражает, особенно последняя версия. Да, ну здесь сами настроите, конечно. Кстати, о том, что я говорил во вчерашнем видео, я вам уже показывал, как удалять лишники, вы видите, то что это, ну ни в какие рамки, нажимаем на кнопочку элемент. Выделяем, делит, выделяем, делит, выделяем, делит. А если вы хотите, к примеру, чтобы ваша портупея, она слишком большая, не правда ли? Опять же, как я вам показывал, сверху Select and Uniform Scale, и уменьшаем ее. Уменьшаем, так же вы можете подогнать. Вот не нравится вам, что вам рация на заднице. Вы ее просто перемещаете вперед, куда-нибудь сюда, не знаю, ее, Rotate ей делаете. Она будет работать там, она будет как единый. То есть не нужно как бы связывать, не везде. То есть я делал для своему персонажу куртку, Ctrl-Z, и случилось так, что эта курточка, 3D Max писал, что у нее что-то в пространстве, что-то такое, я не знаю. Возможно, это мой косяк, а возможно, нет. Но во всяком случае, маленькие такие штуки, да, перетекстурировать. Возможно, где-нибудь рубашечку найдете, поменяете. По-моему, это вполне должно работать. Во всяком случае, мне этой модели хватает. Я не делаю проект, прям, который будет... О, деньги, я даже за него деньги, наверное, не буду. Ну, вот просто выложу его где-нибудь на торренты, и... Зайдет, зайдет, не зайдет, не зайдет, короче. Я думаю так. А если вдруг у вас или у меня пройдет, зайдет проект, то и вдруг кто-то там на вас обратит внимание, то там будет уже легче, вы уже будете просто изучать все капитально, будете уже подходить к этому. Сверху найдете людей, которые вам помогут, потому что игростроение это... В одно рыло это тяжело. Ну, как обычно бывает, бывает кодер, который кодит там патроны, как будут там все, бег. Кто-то там подготавливает анимацию отдельно свою, кто-то моделирует. То есть все в таком формате. А пока козли на фотошоп запускается, я хочу вам показать то, где лежат ваши текстуры. Как вы помните, наверное, в первом видео, если не помните, пройдите в первое видео, потом во второе. Вот. Мы сохранили нашу модель в определенную папку. Вообще запомните, зарубите себе на носу. Порядок. Вот в этом деле порядок. Иначе вы... Это я вам на собственном опте говорю. Иначе вы забудете про проект, будете заниматься моделированием там или еще что-то. И вы просто забудете, где ваши штуки лежат. И вы будете их искать потом. А когда вы знаете, что это все прописано красиво, у вас эта папка для этого, эта папка для того, у вас все очень красиво, замечательно, и вы не путаетесь, как я на данный момент. Как я уже сказал, мы сохранили в определенную папку нашу модель. Вот она. Вот она, самая модель, с которой мы работаем. Я сюда сохранил 3D Max, это сейчас неважно. Есть такая папка текстура, но она что-то не работает. Возможно, это запасные. Есть папка FBM. У меня вот так вот все через задницу. Это Windows 10 прям. У-у-у-у-е-е-е-е-е. Детка просто тема. Вот это обычный файл TGA, который должен открываться любым ридером. То есть фотографии, вот знаете, средства просмотра фотографий. Но у меня вот так. Теперь обращаем внимание на название. Skinhead. То есть лысая голова. Это кожа, имеется ввиду текстура головы А не то, что возможно я подумал Дефьюз, это просто текстура Нормаль, это то, что тени накладываются Кто смотрел, наверное, на моем канале Я скользь о них разговаривал Опять же, если какие-то вопросы Как сделать карту нормалей Все пишите мне Все это можно сделать, как я люблю показывать В мгновении щелчка Итак, мы сейчас должны найти такую штуку Она называется Plate Punk Ширт, Рудженерс, Нормал, Металлика Нас интересует Дефьюз Мы закидываем сюда Нажимаем Enter И теперь нам нужно видеть вот это вот Зачем нам вот это вот говно Раньше, когда ты закидываешь, короче, опа И у тебя все, короче говоря, четко Выбираем вот здесь вот Инструмент рамка, ну, обрезание, да И тут, значит, можно выбрать формат Тоже, я не знаю, нахера они изделили Вот видите, вот вы будете делать Он будет вот так вот Зачем? Один к одному ставите Все текстуры, запомните, один к одному идут Нажимаем Enter Заходим в изображение У вас это будет Image Коррекция У вас, по-моему, это будет Я не помню Но вторая, короче И туда заходит цветовой тон насыщенности Здесь нажимаете Тонирование И пожалуйста Да, можете яркость добавить Мы просто для прикола сделаем Сейчас можно вообще ничего убрать Можно сделать так Можно поизгаляться То есть давайте Сделаем таким образом И просто для прикола Ну, чтобы было понятно Да, вы сами можете Чем-чем угодно здесь нарисовать Что угодно Вот, я просто зайду в галерею фильтров Просто для прикола Вот, и получается Вот самая первая Это аппликация То есть вы тут ее можете Немножко настроить, да Вот Для чего я это хочу показать? Для того, чтобы Вот вы же играли в Borderlands Или The Walking Dead Вы наверняка заметили То, что Опять же, переходим в нашу папку В наш FBM И здесь надо необходимо Такой же формат TGA Выбрать Найти PlayedPunkDiffuse И заменить его Мы его заменяем И теперь смотрим Что происходит тут Хоп То есть понятно, да Вы можете все сделать В таком этом Вы можете даже сами Подрисовать И чтобы у вас все было Знаете, как The Walking Dead Или вот такие вот штуки Да, мультяшно Ну, то есть Это можно сделать покрасивее Но я не хочу заморачиваться Здесь там Чтобы вернуть Откатить Ctrl-Z, Ctrl-Z Опять сохраняю В тот же формат То есть Таким образом Вы можете поступать Со штанами С чем угодно С любой текстурой Любая текстура Будет идти в комплекте Собственно С моделью Модели Я на прошлом видео Скидывал Там ссылки Наверное Да, где можно Обзавестись Бесплатными моделями Итак Самое теперь такое Геморройное Это модель волос Я ее Я ее честно признаться Не нашел Вот если мы будем Напишем Free Model Charactor Потому что Ну Если вы будете Искать Модель Писать Hair Модел Да, вы найдете Но это штуки платные А нам нужны бесплатные Мы с вами Бичи Извините за выражение Вот Поэтому Вы Выбирайте Короче Здесь Вот на этом сайте Особо найти нечего Они Все просто Принты Какие-то То есть Я не помню Где я находил Но у вас есть Очень У вас есть возможность Поискать По разным Сайтам И Собственно Найти модель Господи Что тут Говно всякое Вот Импортировать ее Сюда И отнять Потому что Если делается Модель волос Либо она делается Статичная Как элемент Волос Да, кстати Давайте вот эту Херню уберем Что это Необходимо выбрать Несколько в центре Я думаю Вот И немножко Вдавим Ну то есть Вот так можно Исправить Я думаю Вы справитесь Мне вообще плевать Вот Однако Однако Была у меня Одна такая модель То есть 3D модель Которую я Опять же Видите как Она мне кажется Называлась Чувак Я записал Чувак Вот он Да Вот модель Есть Insanely low Very low То есть Это говорится О полигональном Разрешении Мы загружаем Импортируем Точнее Да В 3D Max Нашу модель Наш 3D Max Думает Скорее всего Он думает Потому что Теперь уже И Photoshop У нас открыт Который Кстати нам Сейчас не нужен Давайте мы Его сейчас Закроем После импорта Вот Устанавливаем Здесь доходягу Вот такая 3D модель То есть В позе T T T-Pose Вот видите Начинает Лагать Это потому что 3D этот Photoshop Закрывается Он такой Гавнюк Что же нас Интересует Почему я Завел Разговор За статичные Волосы Они бывают Двух видов Либо статичные Либо отдельный Мэш Это делается Для того Чтобы потом Если вы хотите Задать Анимацию Ну знаете Колышется Волосы Вам Необходимо Будет Делать скелет Вашим волосам Поэтому необходимо Чтобы это была Отдельная модель Сейчас вы видите Модель волос Она Так себе Потому что На ней нет текстур Текстуры не встали Бывает такое Что касательно Видите Я вам в прошлом видео Также рассказывал Единая модель Бесшовная Никак у нас Не состоящая Из Множества моделей Да Как здесь К примеру Цельная Это лучше Во-первых Это лучше Для Вашей видеокарточки Меньше Обрабатывать Во-вторых Очень хорошо Программа Там Или сайт Вот этот Никсам И в принципе Легче будет Настраивать Потом Веса И сайт Никсам Лучше понимает Такие модели Ну такие тоже Вот это тоже Будет работать Как бы Теперь вот Что мы делаем Нам Не нужна Эта модель Так же Мы ее Долой Вот тут Глаза были Сейчас мы Аккуратно Эта модель Волос Так же Опять Видите Пивот Зачем он нам Там где-то Непонятно где Мы его центрируем Ништя готово Утаскиваем Удаляем Теперь нам Остается только одно Ну Первонаперво Установить Нашу прическу На башку Вы Скорее всего Если будете искать Возможно Вы найдете Модель И уже Собственно Сделайте Такую Какую Вы хотите А я поставлю Вот эту В стиле Трампа Опять же Подгоняем Подогнали Ну Условно Говоря Все равно Доводить Придется Из-за Особенностей Черепа Можно Даже Сделать Так А Можно И вот Так То есть Все равно Сейчас Назад Придется Немножко Отторобанить Таким Образом Вот Как мы Можем Заметить Она Немножко Видишь Там Ага Вот так Это должно Было Быть Прошу Прощения Стало Быть Нам Все Таки Надо Вернуть Также Можете Ну Покрутить Я не знаю Добиться Именно Того Результата Который Интересует Вас И Скорее Всего Сейчас У нас Возникнут Проблемы С тем Что Ну Залыски Вот эти Видно Ничего Страшного Мы Сейчас Все Решим Давайте Сначала Затекстурируем Опять же Включаем М И С той Папки С которой Я скачал У меня Вот есть Альфа Что есть Альфа Наши Волосы Они Сделаны Из Сплейнов Посмотрите Видите Такие Кусочки Это Можно Сделать И в 3D Max Я Когда Нибудь Даже Попробую И Возможно Я Что-то Сделаю Очень Много Маленьких Кусочков Вот То есть Они Клонированы То есть Сделал Один Кусок Клонировал Увеличил Поставил Тут Где-то Тут Уменьшил Утоньшил Вот И На каждом Кусочке Я вот точно Не помню Как Этот кусочек На развертке Показывается Как просто Линия Неизогнутая Никакая Я не помню Как это точно Вот в этом У меня была Проблема Да И на какой Бо ты Накладывал Кусок Он всегда Будет Текстура Именно По Росту Волос А не Поперек Как это Обычно Бывает Возможно Я тоже покажу В дальнейшем Этому Итак Стекстурируем Выбираем То есть Map Editor Берем нашу папку И закидываем Альфа Что есть с альфа Опять я повторюсь Альфа Я в прошлый раз И не сказал Альфа Это есть Штука Я покажу Вам это тоже Вот буквально В фотошопе Потом в конце видео Если у вас есть текстура Она просто светлая Но вот вам нужно Так чтобы В одной части Просто ничего не было Как это Объяснить По-русски Смотрим Сюда Я Загнал Альфу И сейчас Ее установил Подключил К Опасити То есть Опасити Это Опасити Это прозрачность Я подключаю Сюда И теперь На мне остается Только включить Shaded Show Shaded Material In Viewport Смотрите Что произойдет Смотрите А Здесь же Видно не будет Нужно же Сделать В High Quality Вот Смотрите Как получилось Видите То есть Появились Дырки В наших Сплейнах В Волосяных Если мы возьмем Фотографию Вот Все что белое Видите Она так тупо Сделала То должно быть Все что черное То То не того Быть не должно Мы просто Берем Придумываем Такую картинку Я вам наверное В конце Потом покажу И просто Подключаем То есть Основной Цвет Возможно К Нашим Волосам И К чему Быто Не было И потом Докидываем К нему Опасити И он Соответственно На сплейне То есть Это тоже Нужно Настраивать По моему Сплейне Вот эту штучку Мне нужно Изучить Если я изучу Видео Будет Вот Оно просто Исключает То что Не надо То есть Наш персонаж Блондин Я делаю Вот так Вот Просто Напишу Вуд Вот Тут уже есть Текстура Дерева Как бы Это глупо Не звучало Ох ты Смотри У меня Что-то Кажется Все настроено Было Ну да ладно Че Невелика Потеря Закидываем Сюда И добавляем Ее В дефьюз И смотрим Теперь Наш персонаж Блондин Только С каким-то Обоссанными Волосами Ну понятно Эта текстура Дерева Так легла Под Каждый Сплейн Там По моему Нужно Настраивать Вот это Нужно Изучить Обязательно Также Чтобы Если бы я был Я бы попробовал Вот Смотрите А блин Оно же у меня От этого Detach Мы можем сделать Смотрите Я не так сделал Мы делаем Detach Вот Почему собственно У меня и остались Вот у нас теперь Есть Сплейн Делаем Ctrl-C Ctrl-V Копи Давай мне сейчас Не скидывай Вот оно появилось Да И мы теперь Ее Там Поставим Здесь К примеру Опять Ctrl-C Ctrl-V Копи И Поднимаем То есть Видите Наш остается И мы выполняем Вот такую вот Штуку Опять у меня Она физкамера Потому что Скорее всего Модель Которую мы Импортировали Она была Стройной камерой Ну вы меня поняли Да Потом просто Вот она камера Вот Почему-то Она вместе с камерой Не копируется Понятно 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 Вот Опять же Нам нужно Пивот Настроить По центру Для того Чтобы у нас Не было непоняток При повороте Таким образом Можно Если вы Научитесь Вот где-нибудь Подрезать Вот такую Вот Сплейн И Сделать Из него Свою прическу Тут уже От вас остается Только творческий Такой Знаете Подход Да Трудолюбие Я думаю У вас все получится Я лично Сделаю так Я Не буду лениться Понимаете Если вы уже Хотите делать То будьте Таким Трудолюбивыми Я думаю Все у вас получится Вот так вот Ребят Теперь Последнее И самое Интересное Оно наверное К двум Видео Относится К прошлому И этому Это то Как экспортировать Файлы Во первых Нам же нужно Это самое Приотачить Вы же помните Мои Наветы Приотачиваем К волосам Это тоже Приотачиваем Все ищем Нету Отлично Приотачиваем Башке Обязательно Все должно быть Приотачено Все приотачили Поискали Все нормально Все приотачено Отключаем Оттач И вот он Наш перс Пожалуйста Брэд Питт Молодой Только немножко Полненький Вот Но я думаю Он еще Подаст Он покажет Еще себя Начинаем С вами экспортировать Давайте для начала Не забывайте Сохраняться И делайте По две сохранения Одно То что у вас было А второе Вы туда делаете Изменения Потому что Вадим прекрасный момент Такой Блин Я же этого не сделал Я сделал Столько изменений А у вас уже есть старые И вы просто Раз и раз И на матрас Молодцы Мы можем выбрать Объект Необходимый К примеру Нам нужны только волосы Мы его Детачили Волосы Да Ты хочешь переместить В другой какой-то Объект И выделяешь Только волосы И делаешь Так Вот сюда Файл Экспорт И тут будет Экспорт Селект То есть Экспортировать Выбранное Только выбранное Вот И ты Делаешь Экспорт То есть Ты Опять же По себе Я уже сказал Все у вас должно быть Круто Красиво И в этом Залог Качества Да Там пишешь Волосы Да Но в данном случае У нас модель Персонажа У нас полностью Да Я там напишу Готовый Вот К импорту И вы Тыкаете Сейв И здесь Собственно Устанавливаете Турбосмув Это Наш С вами Сглаживание Триангуляция Preserve Edges Orientations Я правда Не знаю Что это У меня Был Баг Какой-то Мне посоветовали Вот эту штуку Нажать Z Потому что В Unreal Engine Вверх Это Z А в 3ds Max Он Вот поэтому Вам необходимо Будет Этот момент Учесть Иначе Было так Я экспортировал Как раз Я вам рассказывал Про куртку Она у меня Вверх ногами Короче И Уже на готовом Этом Поэтому Скорее всего Вам нужно будет Сначала Если Появится Проблема Вы сначала Берете Модель Делаете Правильную Ориентацию В пространстве Без шуточек Пожалуйста Вот А потом Закидаете Ее В проект Имеется В 3ds Max Накладываете На свою Персонаж И вместе Потом Приотачивая Выводите Вот Здесь Все Вот Смотрите Больше ничего Не надо Мы жмем Окей И у нас Появляется Ошибка The following Maps Are only Supported By 3ds Max They will not Re- Recognize By other Application To learn How to Convert Them So Map 700 772 757 Что это У нас Такое Map Это у нас Одна из Текстур Боганула Походу Да 772 7 Вот это Кажется Вот это И скорее всего Это было Из-за того Что мы С вами Копировали Копировали Давайте Для прикола Сейчас пойдем На микс И проверим Будет Наш модель Работать Или нет Просто Давайте Для интереса Выбираю Нашего Для Доходягу Кстати В прошлый раз У меня тоже Такая проблема Была Я немножко Я решил эту проблему Я правда Не помню Чем Это было Скорее всего Из-за двух локонов Либо Наш Наш Персонажа Сейчас Все будет нормально Либо нам Придется просто Эти два локона Удалить Которую Мы сделали Скорее всего Там Куда потоньше Скорее всего Имеется ввиду Настройка Называется UV развертка Скорее всего Там Происходит Все таким образом Все эти локоны На одном Квадрате Раскладываются То есть Я не знаю Вы знакомы Или с разверткой И они все Не какие-то Изогнутые А круглые И на них Накладывается Текстура И нам нужно будет Это сделать Таким же Образом Скорее всего То есть Это как-то Вот видите У нас Персонаж Загрузился Смотрите О Ребята Да Мы здесь же Не сделали Этот Какого Турбосмов Простите Меня Я Вас Я не оправдал Ваших надежд Я думаю Вы простите Меня Вы Суда Да Блин Я забыл Вам сказать Или в прошлом Видео Говорил Что не должно Быть Между Вашими Ножками Расстояние Потому что Оно будет Как бы Склеиться И будет Рваться Обратите Внимание У него нет Радиостанции Это просто Потому что Мы ее Не Приотачили Вот И скорее А Мы ее Не Приотачили И когда Я выбрал Свою Модель То есть И сделал Safe Selected Вместо Просто Safe Да И он у нас Не попал Оттуда Поэтому Вот Вам Практический Урок Да Всегда Приотачивайте Своего Персонажа Полностью Все его Элементы То есть Амуниции Как видите Братки Все работает Ваша 3D модель Была загружена И все В порядке Как бы Я свой уговор Выполнил Надеюсь Хотя бы Перед тем Чуваком Который Жидал Посмотрите Все работает Вот о чем Я вам говорил Видите Пах начинает рваться А так Все двигается Все четко Ну что Я вам Что Я вам говорил Смотрите У него Этот Пояс На заднице Нет Все нормально А вот штаны Как будто А это Вообще-то Рубашка Ну короче Все работает Брэд Питт Такой Капуэра Да Все работает Я надеюсь Вам понравилось Я надеюсь Я ваши надежды Оправдал Вы ждали Тем более Народ Сейчас Пришел На канал Вот Для того Чтобы Такой Поднимать не было Нужно Гроин Поднимать Выше На этом Все Следующие части Мы Загрузим Нашего персонажа В игру Я покажу Вам Как сделать Ему Анимацию Приседания Прыжок Мрыжок Бег Блин Там На корточках Че там Еще Бывает Вот Все будет Четко Я думаю Если вам понравилось Ставь лайк Подписывайся Пиши коммент Ну это Обычные Ютубовские Ютубовские Послесловия А на этом Я заканчиваю Наш 3дмаксовский Вечер Я надеюсь Я надеюсь Мы с вами Скоро Увидимся На этом У меня Все Всем удачи Всем пока